Мы приехали на пятницу в молитву, они все равно возле метро и возле мечети задержали. Молитва мы все равно не успеем жить. Больше уже час стоим жить. Эти молодые люди были задержаны по пути в мечеть и вместо пятничной молитвы вынуждены томиться в полицейском автозаке. Причину такого отношения они так и не узнали. Документы были в полном порядке. Рустам один из задержанных говорит, что ни протокола, никаких других документов на подпись им не давали. Продержали несколько часов в полицейском автобусе, затем привезли в отдел, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и отпустили как ни в чем не бывало. Мужчина попросил не показывать его лица, дабы не привлекать внимание правоохранительных органов. Я им отдал документ, они мне сказали, пойдемте проверяем подание базы. Я говорю, командир, я опоздаю мечету, у нас время намаза. Сотрудники полиции говорят этому, короче, сейчас проверяем и отпустим. А пришли нам там в автобусы, запихнули все люди, короче, около 30 тысяч человек. Массовые рейды по задержанию мигрантов на подходе к мечети полицейские не устраивали уже много лет. По негласной договоренности Духовного управления мусульман России и руководству МВД, в пятничные дни полицейские мигрантов не трогали. По словам религиозных деятелей, это в первую очередь необходимо для самих полицейских. Многолетний отказ от рейда в пятничные дни сформировал положительный образ российской полиции среди мусульман, по крайней мере в Москве, считают исламские клирикалы. Какой-то пираж или преступление к нам первым выходят и говорят, вы плохо работаете. Вот в религиозных организациях, вы плохо работаете, вы не позаботились своих. А вы разве даете нам с людьми разговаривать? Вы же их пугаете, изгоняете. Даете им понять, что в мечеть пойду, это означает весь день потерян как минимум. Они могут найти что-нибудь, посадить, выгнать. А потом говорят, вы не работаете с молодежью и так далее. Юристы говорят, что подобные мероприятия проводятся для проверки, действительно ли мигрант именно тот человек, за кого себя выдает, и на чье имя выписаны документы. Для проверки нужна дактилоскопия, снятие отпечатков пальцев. Их сверяют по специальной базе данных. Но вот противозаконность подобных задержаний не вызывает у юристов никаких сомнений. Просто так подойти к любому человеку, проверить документы, если этот человек не вызывает какого-либо подозрения, если по ориентировке этот человек не проходит, то есть они, естественно, не имеют права. При доставлении в территориальное отдел они обязаны были составить протокол доставления. Станут ли такие рейды вновь регулярными, пока непонятно. Как бы там ни было, недовольство среди мигрантов лишь растет. Муса Казаков специально для программы «Настоящее время. Азия». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok